А мы хотели пожаловаться на нашего соседа, который вот там живет. Он псих. И утром я обнаружил, что моя кепка тоже наполовину пропитана вином. Она с Сережей до этого минца бахнула, поэтому ей все было ни по чем. Прикольный вкусный. Тупо вообще не напрягается. Вияна, Вияна, Вияна. Расскажи о том, что Юля сдохла. Юле ужин не понравился. Юля у нас балованная. Он сегодня заявил, что я балованная, капризная и это... Тепличная. Уэнос-Диас. Седьмой день нашего Камино. Что он нам принесет пока совершенно неизвестно. Мы планируем пройти 31 километр. У Юли проблемы с ногами. Мы только что все передезинфицировали, переклеили, обработали, посмотрим. Но все равно болит, так что ей нужно идти через боль. Но Камину это боль, я всегда это говорил. На Сережу вообще люди не ходят. У него на ногах ничего нет вообще. Я готовился. Морально и физически. Причем тут ты готовился? А мы хотели пожаловаться на нашего соседа, который вот там живет. Он псих. Мы пришли ночью. Ну как ночью? В 10-15 закрывается альберг, типа отбой. Вот мы и пришли в это время и давай тут свои дела. Подключать зарядки. А, ну и надо было еще замазать снова. В момент, когда он нам делал замечание, что типа уже 22 часа. Уже все должны спать. И таким недовольным голосом. Ну короче. Но мы не поругались с ним. Мы просто извинялись. Сережа извинялся. Да, мы заклеили. Я говорю, ну еще 2 минуты. Он такой, ну уже 20 минут. Вообще-то. Вы что, не могли раньше это поделать? Вы что, только сейчас поняли, что вам надо там заклеивать это все? Да, да, да. Я говорю, ну извините. Ну пожалуйста, еще чуть-чуть. Хотя мы вообще ни слова уже потом не говорили. Ну может быть какой-то шорох был. Ну реально, ну так что ему шорохи мешают? Он же в Альбергах ночевает, привык. Да, я в шоке. Возьми беруши, чувак. И нормально себе спи. Нет, это все должно быть тишина. Но потом было самое интересное. Тут есть один знакомый Нарик. Ну в смысле не знакомый, но не важно. Он вот здесь вот спал. Он вообще имел надпись припереться где-то там под 11 часов. Так этот дедок, он так фыркал очень сильно. А потом вот так лег. Вот так вот честно. И вот так вот высматривал, что он там делает. Ну и потом он закрыл дверь за этим Нариком. Нарик его взял на лестницу. Да. Но на этом все не закончилось. Во-первых, дед нас разбудил своим телефоном посреди ночи. После чего я уже не мог заснуть. Но естественно мы как люди порядочные не возмущались. А вот если бы он нам зазвонил телефон в это время, то... А в 6 утра он разбудил меня, пощекотав меня за пяточку. И что-то там рассказал, что уже пора вставать. Ну и Юля, когда еще лежала в кровати, она такой, так... Уже вставали, да. По тихий час, мол, всему свое время, надо уже вставать, ла-ла-ла. Короче, мы подумаем. Я так смотрел на Юлю, думаю, как она там... Как бы она не матюкалась на нее. Я? Да. Ну, реально. Дед то ли троллит нас очень жестко, то ли он просто... Он у меня сидел на ужин, она тоже будет цыглевать. Близгливый, брызжащий старик. Мы вот с Сережей все подумали о том, что на старости лет это был. Он очень будет... Ну, вот эта старикашка очень похожа на Сережу на старости лет, да? Сережа тоже тут говорил. Я говорю, что вот бывают такие люди, которые любят, чтобы все было по-ихнему. Юля говорит, кого-то мне это напоминает. Мы вместе смеялись, потому что понимаем, кого. Но все же, я надеюсь, не буду таким противным стариком. Он будет ходить по каминам в одиночестве, долбать мозги людям, которые вечером просто пришли и там обрабатывают ноги. Ладно, давай, нам надо еще быстро собираться уже и выдвигаться. Потому что мы сегодня будем снова идти по адскому пеклу. Я так чувствую. Мы будем ходить по пеклу. Ну, если бы мы уже шли, то нам было бы легче. На часах 7.40. Сегодня мы вышли еще позже, чем вчера. Хотя идти нам сегодня приблизительно столько же. Держите, как говорится, кулаки за Юлю. Сможем ли мы это сделать сегодня? Как вообще ощущения? Приятно. Больно? Приятная боль? Очень. Сегодня, я так понимаю, нас снова ждет. Очень хорошая погода. Солнечная. Для полного счастья не хватает дождя. Ну да. Чтобы добить. А вон, кстати, замок сверху, которому тоже можно было бы подняться, если бы у нас было бы время. Не стесняйся. Нет, ты не будешь меня ждать, я знаю тебя. Ты хочешь в магазин, да, зайти, заглянуть? А еще я запомню этот бесплатный винный фонтанчик надолго. Потому что почему-то у меня носки в этом вине сейчас заляпаны. И утром я обнаружил, что моя кепка тоже наполовину пропитана вином. Ну и, конечно, это пахнет, да, куличами, я думал. Типа пудрыжевым тестом. На самом деле это было вино. Как оно там протекло из той бутылочки, которую мне подарила бразильянка, я не знаю, вроде не течет. Оно сейчас у меня в рюкзаке, и надеюсь, оно не зальет все мои вещи. Тогда будет вообще весь в гуха. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Решили, а что мы решили? Раздавить бутылочку вина вчерашнего. Ты мне нажать в бутылочку, можно только раздавить. Реально, можно раздавить. Я боюсь, чтобы она не раздавилась в рюкзаке, поэтому надо ее осушить. Кстати, несмотря на то, что вино из бесплатного фонтанчика, оно вполне вкусное. Мне не очень противно, я согласен. Да. Не надо так наворлять на нее камеры. Редактор субтитров А.Семкин потом потихоньку Юля вроде растоптала ноги свои, уже темп набирает нормальный. Пока все выглядит достаточно оптимистично. Мы уже прошли 6 километров, Юля. Нам еще столько же до следующего городка. Мы сейчас ровно на экваторе. Именно здесь и поместился вот этот оазис для телегримов, где мы решили все-таки позавтракать кусочком тортильи с хлебом. Фрешик по 2,50 стоит. Тортилья 2,50 фреш. Это Юля отдает свои долги. Проиграла в карты вечером. Пока все более или менее хорошо. Людей очень мало. Не знаю, они еще, видимо, из-за стельи нас не могут догнать. Либо уже они просто нас обогнали. Либо обогнали, но сейчас я сомневаюсь. Либо обогнали, но сейчас я сомневаюсь. Ну вот мы и добрались до Лос-Аркаса. Время 11.09. Около 12 километров прошли. Посмотрите, что у нас здесь. Ни за что не догадайтесь. Хас. Лимон. Какая удача. Нам повезло увидеть открытую аптеку, потому что это... Закрытых тут полно. Открытая аптека. И мы купили мазьку. Как-то там было 100... Нам кто-то посоветовал. Нам посоветовал кто-то из группы на Фейсбуке. Кстати, если кто не знает, у нас есть на Фейсбуке группа любителей Камина. Называется как-то facebook.com.saintjeanpass. Или как-то так сокращенно. Вступайте. И там вам всегда люди подскажут, помогут, если вы что не знаете. Вот нам, например, подсказали. Я экстренно вчера написал, что у Юли беда. И нам написали название мазик, который можно купить здесь в испанских аптеках. Мы подошли, уточнили у аптекарь, что она подтвердила. Да, это то, что вам нужно. А здесь мы можем купить хлеб, например. Все, что ходит, можно купить. Даже смотри, какие штуки можно купить. Бутики с халмоном. Ух ты. Ух ты. Кстати, шапочка не надо тебе такая. Хлеб будем тратить. Так, у нас уже есть хлеб на обед. Юля у нас батононосец теперь. Вот еще остаток сегодняшнего нашего пути. Лосаркос-Виана, 18 километров. Мы видим, что есть два подъемчика после Торрес-де-Ле-Рио. А так, в основном, прямая дорога. Помните, мы вам вчера говорили, что никогда и ни за что на свете не ходите к камино в полдень? И как вы думаете, чем мы занимаемся? Мы сейчас еще не будем ходить. Чем мы занимаемся? Идем к камины. Больше кроме нас тут таких дурачков нет. Ой. Там в траве какая-то, блин, бегают. Да, нормально так. Чтобы не змеи. Шевельнулась. Я не знаю, стоит он точно большой, да? В общем, это ужас. Вот сейчас мы от Лос-Аркоса идем до следующего города. Ни единой тени вообще. Не, вот тень сейчас справа будет. Ну, пока не было ни единой тени. Город так уже виден на горизонте, но все равно. То есть даже нигде остановиться нельзя. Мы обсуждали то, что, в принципе, вполне логично было бы сделать здесь, на таких маршрутах, хотя бы чуть-чуть, какой-то там, не знаю, притяненный участок, там, беседочку поставить или еще что-то. Потому что пенсионеры реально бы не дошли. Ну да, пенсионеры же все. Там многие остались в Лос-Аркосе, уже на сегодня для них камин у нас осталось. Да, и молодежь тоже. Ну, молодцы. А нам надо... О, вот и тени. Кстати, тут и в оазисе сидят пилигримы. Ты не видел, ты не видел? Нет, я этого не видел. Я думала туда идти прямо. Я думала, что сидит, а потом уже была в шансе. А, вот видишь, человек пытался спасти ситуацию скотчем. Возможно, увидите так мои кроссовочки будут стоять на каком-то из столбика. Но Юля все-таки надеется, что они доживут до Сантьяго. У меня есть клей, у меня есть офигенный скотч, который очень крепкий. Поэтому я... Все схвачено. Да. Посидели немного в этом оазисе. Идем дальше, еще где-то половину пути до Самсона. Мы добрались до городка Сан-Соль. Около 20 километров преодолели. И остался еще последний рывок. Здесь сразу же городок Торрест-де-Ле-Рио. И дальше... Дальше город, в котором мы собираемся. Название забыл. Виль. Какой-то там. Вильяна. Вильяна. Ну, что-то на В. Сели в дворике приватного альберга. Надеюсь, нас отсюда не выгонят. Я купила здесь кассу. Ну и что? Полтора, я смотрю, он стоит. Жлобы. Там муравей ползает по нашему батону. Ты представляешь себе, где валялся этот батон? Я видел. В общем, здесь мы немножко перекусим. У нас еще осталось запасов еды на один прием. Вы думаете, что же человек много ест? Юля много ест. А я, наконец, отдобил наши запасы. Свою колбаску, которую купил два дня назад. Перчики Юлины, которые Юле не понравились. А что, мне не понравилось? Перчики. А почему вы понравились? Я их ем. Их уже нет. Я не вижу камеру, я сейчас помидор буду пишу, что можно. Три часа дня. Мы выдвигаемся из городка Сан-Соль. Нас спросили, или мы нормальные вообще. Да. Наш знакомый веган из прошлого альберга говорит, вы что, дальше идете? Мы говорим, да. It's crazy. Мы говорим, да, да, мы понимаем, это crazy. У нас такой план, мы не можем остановиться на 20 километрах. Нам бы еще десяточку до Вианы. Вот туда мы сейчас и направимся. По этой же репети часа дня. Вы не понимаете, как здесь жарко. Просто даже не представляете. Все уже в альбергах. Сейчас наверняка на этом этапе мы уже почти людей не увидим. Как и вчера. Только если это тоже какие-нибудь психи вроде нас. Но таких очень мало на каминах, на самом деле. Вчера это была только одна бразильянка. Это же женщина из Бразилии. И то, она с Сережей до этого минца бахнула, поэтому ей все было нипочем. Музыка. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что-то нам обещали всего два подъема, но мы с Юлей насчитали уже штук пять. Надоело уже, когда мы уже отойдем до этой Вианы. Мы практически у цели. Мы уже видим с этого пригорка город... Город... А как же называется город? Виана, Виана, Виана. Город Виана. Виана, 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 Виана. Но мы, конечно, мертвы. Уже шесть часов вечера, и это просто жесть. Не знаю, вчера мы и раньше пришли. Вчера мы чуть больше шли, но раньше вышли. Вот, в общем... В этом дело, во всем дело. Хватит уже, хорошо, там просто не пытаюсь. Но надеюсь, что тут все-таки места есть, потому что большой город, много альбергов. Смотрите, как патриотично. Ситуация заключается в следующем. Поздновато мы все-таки пришли. Самый дешевый муниципальный альберг таких занят. Первая наша неудача. На шестом дне камина. Идем в следующий альберг. Надеюсь, там хоть будут для нас места. Все, заселились. Есть здесь места. Цена 8 евро. Вполне нормальная. Здесь мы оставляем свою обувь. Где-то здесь. Фу, ну и вонь тут. Здесь есть стиральные... Ну, видишь, все хорошо. Стиральные машины. Юля, давай. Резче. Wi-Fi в альберге есть. Я уже подключился. Все хорошо. Юля счастлива. Спорим, у меня будет верхняя полка. Я всегда это говорю Юле. И у меня всегда верхняя полка. Кроме, конечно, вчерашнего дня. Мне повезло. Тостоянно вообще-то сам хочешь на первый полк. Ой, на второй. Отлично. Вот наша комната. Супер. Тут пока что один только человек. И мы теперь еще. Вот наша коечка. Я внизу. Юля вверху. Ну или наоборот. Наверное, я вверху все-таки буду. Нет, я. Нет, я. Нет, я. Расскажи о том, что Юля сдохла. Ага, наконец-то ты устала или нет? Нет, она не жутко будет. Еще не устала. А то вчера... Алло, а мы не устали. Все нормально. А где дом? Вот внизу. Почему это мой внизу? Там есть. Есть и розеточка. Здесь сразу же возле стульчика. И там розетка, и там. Возле кровати. Смотри. Класс. Куча розеток. Только возле нашей нету. Зачем ты закрыла? Вот это мой дом. Посмотрите, какие виды из нашего заведения. Опа. О, боже. Isn't it beautiful? О, боже. Ноги просто ваути. О, да. У меня жутко болят ноги. Сколько времени? На часах без 15.7. И мы прошли 32 километра. Из моих носков можно, не знаю, пыль выбивать. Ой. Почему я болею? Зацените, какой у меня загарчик. Пожалуйста. Это руки. Это ноги. Ну, с ногами немножко проще. А это моя шея. Как тебе душ? Как там. Теплый был? Да. Все хорошо. Мне все хорошо понравилось, кроме того, что дверь не закрывается ни в одной кабинке, ни во второй. Причем не только не закрывается на замок, она еще и открывается просто так, знаешь. Вот это ты будешь биться головой сегодня. Вот это минус альберга все. Это минус нижней полки. Мы смогли осилить только 50 метров от нашего альберга и первую же кафешку с меню пилигрима остановились за 9 евро. Первое, второе и компот. Десерт, в смысле, и вино. Посмотрим, вот как нас здесь порадует. Это просто либо вино закрепляет, либо воду, и меня удивляет. Ну, по-моему, это странно, конечно. Может, и будет и вода, и вино. Билсик. У тебя есть газ. Холодный, вкусный, кислый. Ой. Итак, наша еда. На первое вот такая паста с сыром, с томатом. Тут мне Юля подкинула еще тунца и спаржу, потому что ей вдруг положили почему-то. И она говорила, что она вегаторианец. Я же. Вегаториану. Бутылочка вина входит в комплект. Вот такое. И бутылочка воды. Блюдо номер два. Свинина и картошечка. Ну, а у Юли такая же паста, как у меня. Ну, и на десерт у Юли вот ванильный какой он, жидкий, елки. Жидкий десерт. И у меня вот такое мороженое. Я все жду, когда же мне дадут какое-нибудь мороженое такое, знаете, в стаканчике. Ну, не в вафельном, а в обыкновенном. Ну, они отдают обыкновенные магазинные мороженые. Ну, ничего, хоть попробую испанские мороженые. Шоколадные. Короче говоря, Юле ужин не понравился. Юля у нас балованная. Потому что я не ходила в садик, но я в садик ходила. А в садик она не ходила и... Да, вы думаете, при чем здесь это? Я говорю, что садик это школа жизни. И там вас научат есть любую еду и спать во время дня. Меня садик этому не научил. Вот ее не научил, и она, видите ли, носом водит. И спать не хочу, и есть не хочу. Салат я ела, ела. Макароны ела, ела. А пудинг был вкусный, я его съела. Ну, хоть пудинг тебе понравился. И вода, наверное, вкусная. Мы ее забрали с собой. А мне все понравилось. Мне все хорошо. Ну, вот отлично. Видишь, какой я удобный человек. А я неудобный. Он сегодня заявил, что я балованная, капризная. И это... Тепличная. Типа, вот, мне это все потом уже сейчас добавили. А про тепличную он сразу сказал. И вот мне просто интересно. Какая тепличная идиотка проплется хер знает с какой ногой, с одной, с волдырем на мизинце, который просто... Да, мои ноги выглядят шикарно. Все наблила йодом кровать в Альберке. По секрету. Надеюсь, нас этот день не снимут. Но, чтите, что эта кровать Сережа, на самом деле. Хоть сплю на ней. Да, если что, с меня будут, типа, спрашивать. Твоему билетик выдали на эту нижнюю кровать. Да, да. В итоге мы что имеем? Сережа будет платить штраф. Угу. Давай, что мы уйдем так рано, что они не замечают. Ну, я надеюсь, что мы завтра уйдем очень рано. Видите, Альберг находится прямо по соседству с какими-то развалинами старого собора. Круто? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо за просмотр! Если вам понравилось, не забудьте поставить лайк и оставить комментарий. Буду рад, если вы поделитесь этим видео со своими друзьями. Также смотрите другие видео на моем канале. И, конечно же, подписывайтесь на канал о жизни и путешествиях. До встречи!